Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это гайд по воровству и скрытности в игре Kingdom Come Deliverance. Изначально, конечно, у вас мало будет прокачано возможности воровства. Тут важные навыки для воровства. Это карманная кража, незаметность и вскрытие замков. Видите, у меня уже незаметность и карманные кражи нехило прокачаны, вскрытие замков меньше, просто потому что их возможно и меньше открывать. Так вот, поначалу довольно сложное занятие. Для начала, сразу, если вы играете на геймпаде, то на данный момент, без всяких патчей, забудьте о пути вора. Если вы не можете переключиться на клавиатуру в этот момент, я не знаю, как люди играют там на PlayStation или на Xbox, потому что из-за стиков, тугих стиков на геймпаде, очень тяжело заниматься вскрытием замков и воровством. Ну, воровством полегче на самом деле. Поэтому, когда вы в начале игры, у вас еще не прокачано воровство, то обязательно дожидайтесь ночи. Только ночью. Это уже потом, при свете дня, даже среди бродячих людей, вы сможете это все нормально делать, когда у вас будет все прокачано. Но в начале игры, пока у вас до десяточки хотя бы не прошло, не прокачались, ждите ночь. Идите в любое селение. Ночь, кстати, ночь это примерно после 23 часов, когда уже все улягутся спать. Идите в любое селение и занимайтесь воровством и скрытием замков у спящих людей. Так вы довольно быстро все прокачаете. Находите селение, приходите туда и в первую очередь снимайте с себя всю одежду. Кстати, я понял, почему сейчас на меня стражник напал, потому что я... Мало того, что они меня не любят, так я еще и без факела хожу. Тут надо обязательно в селениях с факелом ходить. Ну, естественно, когда вы соберетесь воровать, факел лучше убирать. Когда вы решитесь начать воровать, обязательно снимайте с себя все доспехи. Тут есть три важных параметра в игре. Видимость, заметность и шум. Вот они влияют на то, что вас могут заметить, и вы провалите вскрытие замков, воровство и так далее. Для начала я рекомендую вообще снимать всю одежду. Это, как и не самый лучший вариант для воровства. Сейчас дальше я скажу, почему. Но для начала снимать... Вот, например, обратите внимание, тут же Мюрбергский панцирь. Смотрите его состояние. Видите, у него шум аж 91. И заметность у него высокая из-за того, что он серебристый, и от него будут бликите. То есть вы в нем очень заметны и шумны. Поэтому все вот эти вещи лучше... Даже ожерелье, по-моему, шумит. Да, 43. Вот кольцо, кстати, не шумит, но зато оно заметность дает. Так что тоже имеет смысл снимать. Вы все снимаете. И вот на данный момент, вот как мы выглядим. Видите, мы босы, босые. В такой серой рубашке грязной, потому что ходим, потеем. Кстати, как ни странно, оружие никак не влияет на видность, заметность. И вы его спокойно совершенно можете носить. У меня даже нет никаких параметров, которые на это влияют. Но на самом деле вы еще меньше можете сделать свою заметность. То есть на данный момент у меня, видите, видимость и заметность 50. То есть я заметен, потому что я, типа, в этой рубашке. У меня лицо, видимо, лоснится от жира и наетости. Поэтому меня видно офигительно. Но есть вещи, которые снижают, это еще меньше делать. То есть вы смотрите на вещи, если будет тут вид и заметность меньше, чем 50, то, соответственно, оно будет снижаться еще меньше. Это, в первую очередь, всякие темные вещи. Вот видите, 45-43. Но я бы не хотел одеть, потому что оно шум повышает. Видите, я одел, и заметность стала меньше. Было 50, стало 49. Но при этом шум повысился. Поэтому мне кажется, пока у меня нету таких вещей, которые бы реально еще и заметность мою понижали бы, ну так, существенно, чтобы я их одевал. Поэтому я считаю, что... А тем более у вас в начале игры их точно не будет. Поэтому просто ходите голиком и занимайтесь воровством. Значит, убираем факел, естественно. Да, будет темно, но в этом идея. И не забудьте присесть. То есть, всегда вскрывайте и воруйте только в приседе. Таким образом, вы прокачиваете свою незаметность. В навыках вы не забывайте, что когда вы их будете прокачивать, вы еще сможете взять всякие улучшения. Оглушение, например, в заметности оно дано сразу. Но дальше то, что у вас будет, это... Исходя из вашего стиля игры. Я считаю, что вот незаметное убийство надо обязательно взять, потому что если вы будете играть через стелс, то вы можете лагеря бандитов через стелс проходить. Для того, чтобы сделать незаметное убийство, вам достаточно, чтобы в вашем инвентаре был кинжал. Сейчас у меня его нету, я его на лошадь, видимо, перекину, потому что я сейчас убивать никого не собираюсь. Вам даже не надо его в руках держать. Просто, чтобы он у вас был в инвентаре и все. Правда, единственная проблема в этой игре, и это я уже почитал, это вот так в игре специально сделано. Я считаю, что это патчами надо править. Когда вы в лагере бандитов кого-то убиваете, то какая бы у вас ни было незаметности, шума и так далее, всегда рядом лежащий бандит просыпается. Если их два рядом, то в принципе можно успеть их двоих убить кинжалом. Но имейте в виду, вы убили бандита, вам лучше сразу оттуда смотаться. Его товарищи проснутся, походят, поорут, типа, ах, тут кого-то убили, через пять минут лягут обратно. Так что фиг с ним. Теперь вскрытие замков. Опять же, обязательно переключайтесь... Так, это какой-то глюк произошел. Обязательно переключайтесь на... Ну, что происходит? Это очередной мы глюк, видимо, словили. Так, мне еще правильно подсказали, что для стелса есть еще отвар. То есть вы можете воспользоваться отваром для того, чтобы повысить свою незаметность. Но я им, тесно говоря, не пользовался, просто потому что... У меня даже его, по-моему, и нету. Просто потому что, ну, мне нравится прокачивать от начала до конца. Вот я нашел замок, где не глючит. Слава богу. Переключаемся на клавиатуру. Здесь довольно легко. Вы мышкой выбираете вот эту желтенькую точку и ведете потом мышкой до того момента, когда замок будет вскрыт. Единственное, в домах, еще когда вы найдете дом, смотрите, чтобы не было собаки. Потому что если она начнет лаять на вас, хозяева проснутся. Они, правда, на вас не заявят, но хозяева просыпаются из-за этого. Так что, либо мимо собаки как-то двигайтесь, либо просто выбирайте дома без собак. Во-вторых, когда люди... О, у меня очередной глюк. Нельзя в дверь пройти. Спящих людей. Подходите к ним аккуратно. И я не рекомендую на начальных... Ну, во-первых, вот этот замок я вообще вскрыть не могу. Он очень сложный. Но вы будете встречать у себя в вашем прохождении люди, которые спят рядом с сундуками запертыми. Так вот, я не рекомендую, пока вы не прокачаетесь хотя бы до десяточки невидимости, скрытности, вскрывать эти замки отмычкой. Потому что люди просыпаются на шум очень быстро. Вы сможете у них украсть ключи, и вот тогда лучше ключами вскрывать. Вот когда вы что-то ключом открываете сундук, они меньше реагируют. Хотя тоже могут отреагировать, но они меньше реагируют, чем когда вы вскрываете отмычкой. Напоминаю вам заглянуть на console.war.ru. Мир этой игры – параллельная вселенная, в которой люди сражаются против рептилоидов. Им нужны руководители, поэтому они обратились за помощью в наш мир. Вы и есть консулы, если перейдете по ссылке в описании к этому видео. Глобальная космическая браузерная стратегия, в которой донат сведен к минимуму. Ну а после регистрации не забудьте воспользоваться кодовым словосочетанием Леша Рептилоид. Обокрасть. Когда вы начинаете обкрадывать, на геймпаде надо долго зажимать кнопку, потом долго, вот вы сейчас выбираете, сколько секунд вы сможете обкрадывать. У меня сразу видны все вещи, которые у него есть. У вас же они не будут сразу видны. И я вам рекомендую красть по одной вещи в самом начале. Например, у чувака три вещи есть какие-то. Вы его... Да ладно. Я ушла. Она меня не заметила, кстати. Какая-то чувиха тут ходит. У тебя не спят. Когда... Почему-то этого я не могу. Боже, он что-то говорит. Он лежит и что-то говорит, и смотрит в потолок. Когда вы обкрадываете со многими вещами, у вас появляется вероятность, что он проснется быстрее. Но вы можете одного человека много раз обкрадывать. И таким образом, по несколько... Ну и почему дверь не открывается? Что-то какая-то чувиха ходит просто. Извините, извините. Я хотел уйти как раз. Видите, так как мы на территории... Вот сверху было синеньким отмечено, на которой просто нежелательно находиться, то он меня просто спрашивает, просит, чтобы я ушел отсюда. Я ухожу, и как бы никаких проблем нет. Если вас просят уйти, то не надо там стоять истуканом. Реально уходите, иначе начнутся проблемы. Вас посчитают... Посчитают, что вы вторглись на чужую территорию. А вот если будет написано, вы нарушаете закон сверху, то вот на этой территории вообще нельзя попадаться. Иначе, ну, будет считаться, что вы реально нарушили закон, и вас могут и стражники убить, ну, либо потребовать с вас отчета. Как раз двор, где лает собака на меня. Сейчас проснутся хозяева, и придут проверять, почему собака лает. Что это такое? Вот она проверяет, почему ее собака лает. Если бы я сейчас там шарился по дому, то она бы меня схватила за мои мягкие булки, и сказала бы, идите отсюда, уважаемый сэр. Вам здесь не рады. А вот меня заметили при воровстве этот стражник. Я ему сразу сдаюсь. Я ему сразу сдаюсь, но у меня прокачанное красноречие, сейчас попробуем от него отбрехаться. У вас, правда, это не получится, я сейчас был невнимателен. Я был невнимателен, поэтому вот у меня словил. Вам, конечно, желательно очень серьезно смотреть вокруг, чтобы вас не словили. Возможность прокачать навык вскрытия замков. Вот как раз тут пишется, что безмолвный скрипач позволяет работать отмычкой почти бесшумно, и ломающаяся отмычка издаст на 50% меньше шума. Это о том я говорил, что при рядом спящих людях вскрывать замки самый лучший вариант, потому что они издают большой шум. Только когда вы реально прокачаетесь хорошенько. Ну, я в данном случае, наверное, возьму лучше шестое чувство, потому что безмолвный скрипач. Сейчас уже практически никто не слышит, что я замки вскрываю. Давайте смотреть, вот стражник уходит, больше никого нет. Кстати, почему-то моя лошадь здесь стоит. Непонятно почему. Теперь вскроем замок. Смотрите, территория, где ты нарушаешь замки. То есть, если меня в этой комнате кто-то увидит или словит, то я сразу буду считаться преступником. Если в этой комнате мне еще говорят, что «Эй, ты что тут делаешь? Уходи!» То есть, я могу тут спокойно шариться, меня даже могут заметить, это не вопрос, только надо быстро ноги делать. То есть, здесь, если меня увидят, видите, красное сверху, если меня увидят здесь, то все, я считаю, что преступник в любом случае, уже снижение репутации будет. Говорить о том, что стоит воровать, то я обычно сортирую по стоимости и ворую то, что много стоит, но при этом мало весит. Вот самое то, чтобы меньше занимало место в инвентаре, потом просто несете его, эти вещи мельнику, или, кстати, если вещь у вас довольно долго полежит в инвентаре, пару дней, два или три дня, я не помню точно, она перестает считаться украденной. Ну вот, смотрите, вот я нарушаю закон, вот если сейчас этот чувак проснется, но у меня опять же есть перк взятый специально, что если меня замечают первый раз за воровством, то меня прощают, это вы, с течением времени. Ну вот, сейчас мы попробуем его обокрасть, стражника, я тут держу долго, в начале, кстати, он будет желательно секунд восемь, не больше, потому что вы не сможете долго держать. И крадете хотя бы одну-две вещи. У меня сразу все вещи открыты, они у вас будут закрыты, вам придется два раза нажимать кнопку. Я вот сейчас, так я сейчас смог его оборвать вообще полностью, но так как я вам делаю такой гайд, то я показываю, как делать, как действовать лучше всего вам. То есть вы будете свою мать. Я закрыл дверь, не надо закрывать дверь, он услышал и проснулся. У меня, правда, есть возможность убежать, то есть пока он встает, пока он собирается с мыслями, это еще не считается, что он вас увидел. То есть он такой, неочуханный еще. Да, извините, случайно оружие достал. Все, и надо с факелом ходить, но, так как я закрыл дверь, я произвел шум и чувак проснулся. То есть это все тут влияет на самом деле. Все очень серьезно влияет. Да, как я успел убежать, то, не смотря на то, что я у него украл там, кстати, деньги какие-то и на территории, на которой я не должен был находиться, то все пока прошло путем. Я хочу что-то есть. Поесть надо. В такие темные области, где ничего не видно, не бойтесь зажигать факел. То есть вы можете подумать, что здесь будут люди, которые вас заметят. На самом деле, в этих темных областях, вон, видите, вон, где они спят. То есть, когда вы сюда заходите, блин, надо факел убрать, то эти люди даже без факела видны. Видите, оно сделано специально игрой. То есть, даже в самой темной области, которой нифига не видно, если там лежит человек, то вы его увидите. Ну, и подходить, конечно, к ним желательно не бегом, а вот так тихонько подходя, потому что бег тоже создает шум. Итак, как в начальном, когда у вас не прокачено уже воровство, как стоит воровать? Подходите в приседе без всякого амбундирования и буквально на 6 секунд, 6-7 секунд, не больше, вот 6-7-8 секунд, берете одну вещь, выходите, все. Вам главное, чтобы карманные кражи удавались. У вас больше просто не будет времени, вас будет ловить за руку, если вы будете больше держать. 8-9 секунд, берете одну вещь, выходите. Это прокачивается, все равно кража прокачивается, и вы можете к этому человеку, если он не проснулся, вернуться опять и еще раз попробовать украсть. Вот все эти ключи. У всех хозяев есть ключи, потом вы смотрите эти замки, вот эти, которые рядом с ними стоят, эти сундуки, вскрыть совершенно спокойно. Ну, конечно, кроме очень тяжелых замков, потому что от них ключей почему-то нет. И вот так каждому 6-8 секунд, не больше, когда вы в начальном этапе крадете одну вещь и выходите. Вам главное, чтобы ваши кражи удавались. Ну, я могу больше, то есть у меня настолько прокачан навык воровства. Давайте попробуем, чтобы меня схватили за руку. Я, правда, не знаю, до скольки, наверное, до конца даже. У меня даже 29 секунд, я сейчас могу воровать у нее что угодно. Сколько угодно. И, кстати, в начале вот это перемещение у вас будет очень тугое. Вам будет казаться, что это сделано из-за... Ну, неудобного управления, но это сделано специально. С течением, как вы будете прокачивать карманные кражи, перемещение вот этих ползунков будет намного легче, все легче и легче становиться. Так что прокачивайтесь и... Так, что я еще не рассказал вам про воровство, стелс и незаметность? Незаметность, вы знаете, будет прокачиваться автоматически. Вы будете в приседе. Если для прокачивания воровства и карманных краж вам надо... Для вскрытия замков и карманных краж вам надо, собственно, это делать, то незаметность у вас параллельно с этим автоматически прокачивается. Пока вас не замечают, что вы это делаете, оно у вас прокачивается. Так что особо на нее обращать внимание не стоит. Вернулись к этому стражнику, который очнулся, когда я дверь открыл. Давайте его обворовывать. Только понимаешь, очухался, а мы даже не полазили у него окончательно в карманах. Вот ключик возьмем. Ну, пивасик нам не нужен. Характеристики вам будут показываться вещей дальше, когда вы определенные перки возьмете. Опять же, напоминаю, что у меня открыты все вещи просто потому, что я взял перк. Вам они будут все закрыты. Но в начале вам стоит воровать вообще все, что лежит. Просто для того, чтобы прокачивать. Возможно. Вот видите, полностью темная комната, полностью темная, но персонаж тут виден. Это всегда так будет. Просто для того, видимо, специально сделано для баланса, иначе бы люди заходили в полностью темную комнату и их бы тут просто сразу ловили. Они бы натыкались на персонажей. Ну, это правильно. Хоть какое-то послабление игроку должно быть. Вы воруйте по одной вещи, неважно какой. Морковка там будет, сельдерей, какашки котика вы можете увидеть. Хотя нет, я не видел. Наверное, не будет в инвентаре. Но вы по одной вещи воруйте, потом просто прокачивать. Потом можете их выбросить, съесть, что угодно. Но мы прокачиваем воровство. Для начала, для начального этапа надо воровать все, что угодно по одной вещи и очень быстро. Иначе... Эй, Эй, Эйнрик пришел посетить. Так, давайте возьмем факел, давайте попробуем теперь в замке. Ой, это что-то вышел вообще. Сейчас в замок зайдем, попробуем там поворовать. И надо уточнять, что вот кража вот таких вещей отсюда никак карманные кражи не прокачивают, потому что это не карманная кража, это просто обычная кража. Это может немножко прокачать незаметность, хотя я в этом не уверен. Видите, ходит сверху чувак, но по идее он нас не должен видеть. Мы незаметны как ниндзя. Вот слышите там? Чувак, меня вот это вначале очень пугало, что они во сне там всячески что-то говорят, потому что казалось, что они просыпаются и сейчас будут тебя обижать, что в этих вообще ничего нету. Ну, вы даже если ничего не берете, карманная кража считается удавшейся, если вас не схватили за руку, так что имеет смысл всех вот так проверять. Ну, здесь вот это опасное, конечно, потому что может и другой спящий в этой комнате заметить, что вы воруете и схватить вас за руку. Давайте я вам покажу еще перк, что меня не ловят, когда я первый раз сейчас специально сделаю, чтобы кража не удалась. Вот. Не удалась, жертва упала за руку, но у вас умение дружелюбный сосед, то есть вас меня не ловят, потому что я типа один раз я могу на одном человеке ошибиться, то есть это вообще уже упрощает жизнь намного. Да, этот замок слишком сложный, я могу пробовать, но у меня будут все отмычки ломаться, так что можно даже не начинать. Спину скрутил, видите, тут даже обыгрывается то, что я типа в крисе здесь сижу. Так, ну ладно, уже наступает утро, уже люди сейчас будут просыпаться, думаю, я все рассказал, все, что знал по вскрытии замков, карманным кражам и незаметности, надеюсь, это вам поможет самим поиграть в стелс и путем вора пройтись в этой игре, он тут очень даже неплох, по моему мнению. Ну вот, еще в перках незаметности как раз есть возможность взять любимец собак, они не будут на вас лаять, когда вы будете воровать. Ну и, пожалуй, я его и возьму, хотя, с другой стороны, шум доспехов уменьшает, и другого. Знаете, точную подгонку, меня собаки не особо волнуют, потому что они начинают лаять, у тебя есть куча времени смотаться, а вот, чтобы шум доспехов и снаряжения снизить, это, по-моему, неплохая штука. Пробуем средь бела дня украсть у чувака кольцо. В связи с моими прокачанными воровскими навыками это вполне может удастся, но это реально сложная задача по-хорошему. Потому что вот он сидит, вот он встал, вот он пошел. Видите, меня сразу поймали. Иисус, там есть тюрьм! Там есть тюрьм! Ваха! Вторая попытка. Да, я сейчас... В чем я заметил не чувак, которого я собирался обкрадывать. Так, давайте мы сдадимся. Возможно мы сможем отбрехаться. Меня заметил это не тот, кого я воровал, потому что он стоял задом ко мне. Ой, я не могу не зли меня, потому что я снял все это обундирано. Я заплачу. Я снял обундирано, которое повышало вероятность, что меня не будут трогать. так, вон чувак идет к церкви. Сейчас мы попробуем обворовать его. да, я в него врезался, он на меня обратил внимание. Надо к нему подойти аккуратненько и вот так. кража удалась, кольцо украдено, еще и деньги. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халец и тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просм. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.